Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Глава 19, первые восемь стихов, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в пятницу, мы с вами продолжаем чтение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы читаем с вами, как после встречи с Аполлосом, историю которого мы буквально совсем недавно с вами уже читали, апостол Павел прошел некие верхние страны и прибыл в Эфес. И там нашел некоторых учеников. И мы видим, что они, так же, как и Аполлос, не знают крещение Святым Духом. И это очень важно нам уяснить, это очень важно нам понять, что же это такое. Дело в том, что, конечно же, помимо христианства, иудаизм первого века пестрил различными течениями, богословскими, политическими. И мы знаем, что были такие, были фарисеи, партия фарисеев, была партия саддукеев, были зелоты, иесеи, и были иоаниты в том числе. Иоаниты — это как раз-таки те, кто последовали за пророком Иоанном, но какими-то путями не столкнулись с учениками Спасителя, не столкнулись с самим Спасителем. Очевидно, они были в Иерусалиме, когда проповедовал Иоанн Креститель, и крестились покаянием, и восприняли то учение, которое говорил Иоанн Креститель, и потом отошли в свои страны. Возможно, это были иудеи диаспоры, и судя по тому, что апостол Павел их встречает именно в языческой части Римской империи, это люди из диаспоры, еврейской диаспоры. И они сохранили в себе верность учению Иоанна, учению покаяния. И вот апостол Павел приходит к ним и спрашивает, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» И они ему отвечают серьезно о том, что мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Вот что они ему отвечают. И здесь нужно понимать, что Иоанн Креститель не учил о пришествии Святого Духа. Он учил о том, что приближается Мессия, и нужно омыть себя, приуготовить себя. Помните, он говорит, «Приготовите путь Господу». Эти слова мы читаем в Евангелии. Вот это приуготовление себя к пришествию Мессии, это было внутреннее изменение, внутреннее покаяние. Они крестились, то есть омылись, погрузились в воды Иоордана вот именно вот этим крещением покаяния, но не крещением Духа Святого, которое пришло уже с Вознесением Спасителя. С начала Дня Пятидесятницы, вспомните, когда как бы огненные языки спустились на апостолов, и они уразумели Писание, уразумели все то, что говорил им Спаситель, вспомнили все то важное и главное, что говорил им Спаситель, и уразумели, о каком царстве он говорил, и стали проповедовать Евангелие. Соответственно, вот этого крещения не было у Иоанна. У него было только крещение покаяния, как приуготовление к пришествию Спасителя. И вот Павел говорит им, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Соответственно, апостол Павел и проповедовал им Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Очень важный аспект, очень важные стихи здесь сказаны. Мы видим, что они говорят и указывают нам на древнее начало обрядной стороны церкви, таинственной жизни церкви. Смотрите, есть таинство крещения, когда мы входим в пространство церкви, становимся людьми, принадлежащими Христу и сопричисленные к Его воскресению. Мы как бы облекаемся в Него, как поется в крещении стихи из послания апостола Павла, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет больше ни уйдея, ни элина, но все вы одно во Христе Иисусе. И так мы крестимся и становимся членами церкви. Но для того, чтобы быть активными участниками церкви, таинственной жизни церкви, мы должны получить благодать Святого Духа. И мы видим, что эта благодать Святого Духа передается возложением рук апостолов. И это называется апостольское преемство. Это апостольское преемство сохранилось до сих пор в православной церкви. И оно выражается в таинстве миропомазания, когда новокрещенного члена церкви, новопросвещенного, если говорить более точно, более богословски и литургически верно, новопросвещенного христовой верой, христовым учением человека, нового члена церкви, его помазывают, как бы налагают на него, как сказано в Требнике, печать дара Духа Святого. Он запечатлен теперь Святым Духом, получил эту силу и благодать. Эти дары, эту харизму, если говорить по-гречески, Святого Духа, этот дар Святого Духа человек получает. И мы видим, что в древности это было через возложение рук апостолов. В современной нашей практике это как раз-таки через таинство миропомазания происходит. Форма разная, но суть одна. Соответственно, мы видим, что вот эти люди получили крещение в Господа Иисуса Христа и получили благодать Святого Духа через руковозложение, рукоположение и апостолов, соответственно, апостола Павла в данном конкретном случае. И мы видим, что благодать Святого Духа на них сошла, потому что они стали говорить иными языками и пророчествовать. Это некий маркер был в древней церкви для того, чтобы на начальном этапе видеть это действие благодати Святого Духа. Мы не раз встречались на страницах книги Деяний с вами вот с такой формулировкой, как апостолы понимали, что Дух Святой сошел или не сошел на кого-то из людей. Как раз-таки вот по этим маркерам исцеления, пророчествования, говорения на иных языках, все это были некие маркеры, о которых говорит нам Священное Писание. Быть может, были еще какие-то маркеры, которые позволяли людям познать, увидеть действия благодати Святого Духа, но мы о них сегодня уже не знаем. Ориентируемся только здесь на Священное Писание, на то, что там написано. Всех их было человек около 12, того крестили. И дальше мы видим, апостол Павел не изменяет своему принципу, принципу проповеди в синагоге. Восьмой стих говорит там об этом. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседая и удостоверяя о Царстве Божьем. Мы тоже, дорогие братья и сестры, должны с вами стремиться к этой достоверности Царства Божия, быть свидетелями этого Царства. А для этого, как сказал Игнатий Богоносец, лучше молчать и быть, чем говорить и не быть. Поэтому наша задача – это своими поступками, своими действиями, своей жизнью являть присутствие Бога в этом мире. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы вращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok